Выставка «Дети рисуют войну» В Творческой мастерской «Рыбка» Ирбитской районной школы искусств обучение направлено на то, чтобы вооружить детей знаниями, подготовить из них зрелых, творчески мыслящих граждан, способных вынести на своих плечах тяготы и ответственность, которые возлагает на всех нас бескомпромиссный окружающий мир. Как правило, в школах художественной направленности обучают рисунку, акварели, масляной живописи, а пастели такой удивительно тонально нежной и мягкой уделяется не столь пристальное внимание. И напрасно. Ведь пастелью можно создавать и настоящую живопись, передавая всю сложную гамму цветовых отношений натуры. Дега говорил, что пастель позволяет ему стать колористом с линией. На выставке большинство работ представлено именно в этой технике. Пастель получила свое название от слова «апастела», которым именовали прием рисования одновременно черным итальянским карандашом и красной сангиной, иногда с подкраской другими цветными карандашами. Такой прием применялся в Италии в XVI веке, в том числе и Леонардо да Винчи. Пастель – это мягкие палочки в виде мелков или карандашей. Работа мягкими палочками пастели требует шероховатого ворсистого основания, способного удержать красочный порошок. Старину художники рисовали даже на замше. В настоящее время в качестве основания для пастели используют чаще всего специальную бумагу, шероховатый картон или наклеенный на картон холст. А цветовое звучание картины художник достигает при помощи многоцветных мелких штрихов. Красочные штрихи пастели можно смешивать, растирая пальцем, растушевкой или сухой кистью, и даже можно оставлять в чистом виде, подобно мозаике. Конечно, лучше всего растушевка пигмента достигается кончиками пальцев. Близость художника к своему творению, их соприкасаемость, придает глубину, бархатистость и тонкость изображенному. Работа пастелью требует точности, интуитивного чутья по отношению к выбираемому цвету, потому что после изменить его чаще всего невозможно. Многие работы на выставке выполнены на черной бумаге, и это не случайно, потому что черный тон бумаги настраивает на работу и не отвлекает от нее. Война — это тяжелое слово и тяжелое время. Любой может дать определение этому слову, но только тот, кто видел собственными глазами войну и ее последствия, сможет сказать, что такое настоящая война. Ребята усердно искали идею, замысел для своих работ, посвященных теме войны. Им было сложно, поскольку жизненный опыт мал и недостаточно заполненная информационная база, поэтому на помощь детям пришли книги о войне, просмотр документальных фильмов. Также юным художникам оказали содействие черно-белые снимки военных лет, предоставленные преподавателями. Так родились эти работы, в каждую из которых художник добавил частичку своей фантазии и кусочек своей души. Это триптих под названием «Фотохроника», но триптих трех разных художников — Максима Алферова, Анны Пермяковой и Алины Чащиной. Он составлялся по жеребию, потому что у всех учеников были настолько сильные работы, что преподаватели расходились во мнении, какие работы отправить на выставку-конкурс. Этот триптих занял призовое место и получил диплом первой степени на всероссийском конкурсе выставки «Боевая вертикаль». На том же всероссийском конкурсе выставки получил диплом второй степени Александр Ермак с работой «Между жизнью и смертью». Здесь представлена трагическая сцена военных лет. Совсем юный парень лежит на сырой земле, а над ним уже кружит ворон. Ворон как предвестник смерти. Но волей художника ворон не успел приземлиться на тело летчика, тем самым остается надежда на его спасение. И изображенные рядом старушка с внуком дают нам надежду на спасение молодого летчика. Сколько боли, горечи, одиночества и безысходности в картине Юлии Шипицыной. На краю война – место, где чистые светлые силы безропотно идут на смерть во имя Родины. Люди, прошедшие войну, чувствовали холодное дыхание войны у себя за спиной. Вдалеке виднеется черная птица, напоминающая фашистскую свастику. Это и есть зловещее дыхание войны. Доведенные до отчаяния, задыхаясь от безысходности, солдаты шли на героические поступки, защищая свою Родину. На войне каждый стоит на краю пропасти. Ведь неизвестно, вернется ли он домой или пойдет смертью храбрых. За эту работу художницу наградили дипломом Гран-при на всероссийском конкурсе выставки «Боевая вертикаль». Рядом работа Валерия Михно «Случай в деревне». Эта работа тоже имеет награду диплом первой степени на все том же всероссийском конкурсе выставки «Боевая вертикаль». В картине изображен нелегкий выбор – помочь врагам или свернуть назад. Мирный житель пас свою корову, как неожиданно рухнул самолет врага с неба, преграждая им путь. Растерянный пастух стоит, как окаменелый, не зная, что делать дальше – прийти на помощь или же свернуть назад. История возникновения работы Ивана Павлова «Байки бывалого летчика» необычна. Юному художнику никак не удавалось воплотить задуманное в жизнь. Тогда из преподавательского состава поступило предложение выложить все свои мысли на листке бумаги. Ведь художник – это и писатель, и сценарист, и режиссер. Так и родилась эта работа. Здесь изображен бывалый летчик, который рассказывает молодым о своих боевых подвигах. Собственная история его так увлекла, что он стал приукрашивать событиями и все больше и больше дополнять фантастическими элементами свой рассказ. Некоторые товарищи с недоумением глядят на рассказчика. Кто-то стал уже возмущаться, не веря его словам. Но бывалого летчика это не останавливает. И он продолжает свой рассказ и все больше дополняет его красочными героическими поступками. Как ни странно, но после столь необычного создания картины Иван Павлов больше не расставался со своим любимым блокнотом и постоянно делал заметки. А будучи взрослым, выбрал профессию режиссера. Вот так, не подозревая, преподаватели открыли еще одну грань его таланта. Безусловно, война — это самое страшное время. Многие не вернулись назад, а те, кто остались живы, несли себе тяжелое бремя воспоминаний о друзьях и товарищах, не вернувшихся с войны. Так и здесь, в картине Романа Кузьминых «Часы командира». Взвод потерял своего командира. Товарищи скорбят. От него остались только наручные часы да фотографии, где все они живы. Но еще больше их огорчает мысль о том, что именно им необходимо сообщить плохую весть командирской семье. Еще одна работа Валерии Михно «Папа, я жду тебя». Она повествует о мирном времени. Война только закончилась. Дети позади главного героя веселятся, пускают в небо бумажные самолетики, которые являются своеобразным символом голубя мира. А вот главный герой картины поникший, грустный. Из палочек он выкладывает слово «папа», который не вернулся с войны. Но сын не теряет надежды. Он верит, что папа обязательно вернется. И в заключении хотелось бы познакомить с работой Татьяны Владимировны Ураковой, преподавателя районной школы искусств. Картина называется «Пусть его приласкает свобода». За эту работу Татьяна Владимировна удостоена дипломом первой степени в областной выставке-конкурсе творческих работ преподавателей. В картине представлено вечное противостояние добра и зла. Светлые и темные силы в виде птиц изображены на фоне сферы, которая символизирует круговорот жизни, ее цикличность. Они нависли над бездыханным телом солдата. Решается дальнейшая судьба его души. Куда она попадет? В рай или ад? Как рассудить, хороший или плохой человек был на войне? Сейчас мы живем в мирное время, и молодое поколение не видело всех ужасов войны. Но мы должны помнить и рассказывать о тех людях, благодаря которым мы живем под мирным небом. В ученических работах и боль, и сострадание, и гордость за подвиги предков, которые не сдавались и шли на героические поступки ценой своей жизни. А преподаватели районной школы искусств Васиченкова Марина Васильевна и Уракова Татьяна Владимировна помогают раскрыть не только творческий потенциал детей, но и воспитать дух патриотизма. Субтитры создавал DimaTorzok